Рост цен обусловлен желанием или задачей правящей элиты изъять оставшиеся сбережения из карманов граждан. Это нетривиальные слова. На 2013 год эксперты оценивали сбережения людей в нашей стране в сумму около 100 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Она на сегодняшний день с учетом темпов заданных правительствами Яценюка и Гройсмана по изъятию сбережений людей, конечно же эта сумма уменьшилась. Но так или иначе она все равно представляет собой довольно внушительный размер. Я думаю, что речь идет о миллиардах сорока еще долларов, которые где-то кем-то куда-то спрятаны. Может быть чуть меньше, но вопрос именно в том, чтобы не занимаясь настоящими реформами, не созидая ничего, просто забрать то, что уже есть. Забрать деньги. Именно этим объясняются цены на энергоносители. Именно этим объясняются цены на газ. Именно этим объясняются цены на тарифы. Вернее, именно этим объясняются размеры жилищно-коммунальных тарифов. То есть, задирается без какого бы то ни было экономического обоснования базовые цены на то, что за собой повлечет дальнейший рост цен вообще на любые потребительские продукты, товары, работы, услуги. Когда премьер-министр успокаивает и говорит, ничего страшного, это цены в январе вырастут не для людей, а для промышленности, а вас это не коснется, это абсурд. Потому что конечным потребителем продукции, промышленности являемся мы, а промышленность заложит эти цены в себестоимость производимой продукции. Поэтому через месяц, через два мы уже столкнемся с подорожанием любого произведенного в Украине товара. К чему веду? Я убежден в том, что основная задача президента и его, ну, Яценюковское не совсем было его правительство, хотя он все равно имел на него влияние, и обоих правительств Украины, прошлого и нынешнего, это изъятие денег, изъятие сбережений у граждан страны. Именно на это направлено искусственное задирание цены на все. Точнее, не нужно повышать цену на масло или на овощи. Достаточно поднять цены искусственно на энергоносители, на электроэнергию, на нефть, на газ, на уголь, и тут же подтянутся цены на все потребительские товары. Иного быть не может. Могу вам привести, уважаемые коллеги, пример, да я не знаю, какой хотите. Про газ уже, наверное, все устали говорить, давайте про Ирландию поговорим. В нашей... Почему сейчас такая дорогая электроэнергия? Потому что, в основном, для нас с вами, электроэнергию производят теплоэлектростанции, которые находятся в собственности нескольких частных корпораций. Теплоэлектростанции снабжаются для производства энергии углем. Без угля они не могут производить электроэнергию. Так вот, оказывается, что уголь у нас поступает на электростанции по документам из Ирландии и из других европейских стран. И рассчитывается его стоимость по формуле так называемой Роттердам плюс. То есть, берется средняя стоимость на угли, необходимые для наших ТЭС, средняя стоимость с ирландской товарной биржи, с Роттердамской. Ну, представьте себе, какая глупость. А на самом деле, угли, которые идут на наши ТЭС, это наши отечественные угли. Какие-то с территории Донецкой и Луганской областей. Часть заводится из России. Но все равно цены совершенно другие, они не европейские, они гораздо ниже. Нам умышленно завышают стоимость составляющих частей в том или ином жизненно необходимом продукте. Для чего? Ответ один. Деньги нужны. Нужно изъять деньги. Действия власти по изъятию денег, по расшатыванию или сворачиванию украинской национальной экономики являются системными, являются целенаправленными. И цель в этом всем, минимальная цель, это максимально удешевить украинские активы, для того, чтобы потом передать их собственность тем, кто эту власть сделал властью. А максимальная цель, на мой взгляд, это просто утрата государственности нашей страной. Иначе я не могу объяснить то, что происходит. Слишком все очевидно и слишком все связывается в хороший, хороший такой видимый узел. А то, что мы с вами ощущаем, поднятие цен, развал внутренних органов управления, фриков вот этих, которые управляют на сегодняшний день страной, это все составляющие картинки, которую привел. Как выйти из ситуации, как можно быстрее переформатировать власть. Если этого не произойдет, я искренне сомневаюсь в том, что страна не утратит свою государственность. Все свои враждебные, при Сталине был такой термин, вредительство, да? Все свои вредительские действия эти люди осуществляют, переводя стрелки на всех, на кого угодно, обзывая всех, кого угодно, агентами Кремля, пятой колонны и так далее. На самом же деле, основные враги украинской государственности, именно они. Те, кто на сегодня привел страну в то плачевное состояние, в котором мы сегодня находимся. Цены, тарифы, преступность, алкоголики у управления, имбицилизм какой-то и так далее, это все составляющие картинки. Но картинка, к сожалению, выглядит именно так. Действия власти по изъятию денег. 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 Продолжение следует...